Есть также для акрилов специальные медиумы, это разбавители. Есть вот такой замедлитель высыхания, это медиум, его добавляют в акрил, чтобы акрил так быстро не сох, и в то же время можно им увеличивать количество акрила, делать его более жидким, но не с водой, а именно лисировочного такого свойства, то есть более прозрачным. И заодно он дольше сохнет, и у вас есть больше шансов куда-то что-то подвинуть, перерисовать, скорректировать. В общем, пока если вы на большой площади работаете, то, конечно, чтобы вам маленькими шажочками не двигаться, можно вот этот вот добавлять в замес красочный, и тогда получится более жидкая краска. Еще из понравившегося мне того, что я попробовала, мне понравился вот такой моделирующий гель. Гель, это в данном случае Таир, ну, он прозрачный этот гель, то есть такие гели производят еще другие фирмы тоже. Этот гель, он создает такую каплеобразную какую-то субстанцию, как будто мокрую, то есть он, ну, как лак, что ли, да, но при этом он оставляет форму, держит форму. Как пример, я могу показать вот такую выкраску акриловую. Здесь вот капельки геля. Это вот уже давно высохло все. Вот это, кстати, брауберги, и они, видите, какие глянцевые, то есть вот толстые. А это матовые деколы. И вот еще этот прозрачный гель. Вот его почти не видно здесь, но он такой выпуклый достаточно и держит форму. И еще есть вот такой со стеклянными шариками, я попробовала. Это паста текстурная, она наносится мастихином. И вот этот вот белый акрил, который там есть, он, ну, как клей. Он, когда высыхает, становится прозрачным. То есть вот, смотрите, это я на бумагу нанесла просто. Шарики. Они так красиво светятся, как икринки. А вот это здесь, вот его плохо видно в камеру, но оно тут есть. Вот это, это же самое средство нанесено на красный слой. То есть, видите, полностью стал прозрачным вот этот клей белый. Вот здесь он был белый, а тут он стал прозрачный. И икринки, они просто вот остались такие, какие они есть. Просто прозрачные стеклянные шарики. Это натуральное стекло, то есть это не пластик, потому что пластик, он царапался, и эффект вот этого глянца, он терялся. Вот, а стеклянное, именно натуральное стекло, оно вот так красиво пропускает свет. Ну, очень похоже на икринки. Такие вот пасты я попробовала. И есть еще отдельная такая категория медиумов, которая добавляется в акрил для того, чтобы сделать его более густым. То есть, когда вот работаете мастихином, и нужно многое накладывать, прям вот, чтобы такое рельефное все было, густыми слоями, вот как штукатурка, да, то есть, чтобы оно держалось, не просело во время сушки, добавляют туда специальные медиумы, они держат форму. То есть, краска остается краской, но при этом внутри, внутри он как бы не сдувается, он остается той формой, которую вы ему придали во время рисования. Вот. И еще покажу одну пасту. Значит, это тоже Таир у меня. Это паста акрилово-рельефная тонкого помола. Существует также грубого помола. У меня вот тоненькая. Что ей можно делать? Она применяется для фактурного моделирования поверхности. То есть, когда вам нужно создать какой-то рельеф, который вы будете потом окрашивать. Это экономит очень краски, потому что, если вы взяли, к примеру, холст или холст на картоне, и хотите что-то очень рельефное туда сделать, то краски туда уйдет ведрами. А с текстурной пастой вы просто наносите пасту, как вам надо, мастихином создаете формы, мазки и так далее. То есть, вот все как бы в одном цвете, в белом. А потом это все красите уже акрилом. И получается рельефное красивое такое изображение. То есть, можно прям барельефы делать. То есть, это применяется для декорирования шкатулок, может быть, каких-то панно красивых. Можно даже узоры. То есть, если через трафарет втирать эту пасту на поверхность подготовленную, то получаются такие рельефные узоры. И, в общем, можно много чего декорировать с помощью этого. Рамы в том числе. Раньше делали узорные рамы. И рама сама была деревянная. А на ней вот эти все узоры, которые нам кажутся резными, но для удешевления производства, для скорости производства, так как картины рамы были большие, узоры были сложные, это делалось из гипса. Она называлась так же лепнина, как и в интерьере лепнина. То есть, это на раму гипсовые вот эти вот узоры крепились. И потом уже все, ну, то есть, налиплялись. И потом все красилось. Вот примерно действие этих паст, таких вот, оно в этом и проявляется. То есть, нужно делать какой-то рельеф под дальнейшее окрашивание.